Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 декабря, Православная Церковь совершает память святителя Прокла, архиепископа Константина Польского. Святитель Прокл с юных лет все свое время отдавал молитве и изучению Священного Писания. Господь удостоил его великого счастья быть учеником святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Святой Прокл был свидетелем явления апостола Павла, святителю Иоанну Златоусту. От своего учителя святой Прокл получил глубокие знания Священного Писания, научился в совершенной форме излагать мысли. После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукоположен святым патриархом Константинопольским Сесинием в сан епископа города Кизика. Но под влиянием еретиков Нестариан паства изгнала своего святителя. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Константинополя, укрепляя слушателей в православной вере, обличая злочестивых еретиков. По смерти святителя патриарха Сесиния, святитель Прокл был возведен во архиепископа. Став патриархом Константинопольским, управлял церковью в течение 12 лет. Стараниями святителя Прокла при святом царе Феодосии II из Каман в Константинополь были перенесены мощи святителя Иоанна Златоуста. Во время патриаршества Прокла империю постигло разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. В Вифинии, Гелеспонте, Фригии рушились города, исчезали с лица земли реки, в безводных прежде местах возникали губительные наводнения. Константинопольцы во главе с патриархом и императором выходили из города и совершали молебны о прекращении невиданного по силе бедствия. Во время одного молебна из толпы был невидимой силой поднят в воздух мальчик и унесен на такую высоту, где человеческий взгляд уже не мог его видеть. Затем, целым и невредимым, отрок был опущен на землю и рассказал, что там, в вышине, он слышал и видел, как ангелы славя Бога поют «Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные». Весь народ запел тресвятую молитву, присоединив к ней «Помилуй нас», и землетрясение прекратилось. Эту молитву Православная Церковь поет за богослужением и до сего дня. Константинопольская паства любила своего патриарха за его подвижническую жизнь, за его заботу об обездоленных и за его проповеди. До наших дней дошли многие творения святителя. Наибольшей известностью пользуются направленные против Нестариан два слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия. Всеобщее уважение снискало деятельность святого патриарха по устройству благочения во всех церковных делах. Окруженный любовью и почетом, Прокол отошел ко Господу в преклонном возрасте между 446 и 447 годами. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается предпразднство введения во храм Пресвятой Богородицы и память святых преподобного Григория де Каполита, преподобного Деодора Юрьегорского, мученика Дасия, мучеников Евстафия, Фиспесия и Анатолия, священомучеников Нирса, епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исаакия и Ипатия, епископов персидских, мучеников Азата, Скопца, Сосония, Феклы, Анны и иных многих мужей и жен в Персиде пострадавших, а также новомучеников и исповедников российских. Священомученика Алексия Аманова, Александра Сахарова, Владимира Медведюка, Иоанна Заболотного, Алексия Никатова, Василия Канделяброва, Николая Зеленова и Анна Сарва, Емелиана Панасевича, Николая Покровского-Пресвитера, преподобномучеников Арсения Дмитриева, Евтихия Кочура и Илариона Писарца, преподобномученицы Иоанники Кожевниковой-Игумени, преподобномученицы Татьяны Фомичевой, всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин